Первое выступление это многоважаемый народный депутат Виктория Плашник, один из драйверов нашего ключевого проекта, который мы сейчас все занимаемся. Сегодня есть картина, где упоминала по поводу нереволюции, по поводу облечения получения депутатов Украины. Виктория, вам слово, прошу. Добрый день, шановные коллеги. Я хочу начать пробовать, чем занимаются притомные народные депутаты Верховной Рады, потому что разные депутаты, как выяснилось. И, в ближайшее время, не так много людей, которые, действительно, помогают создать определенные условия для ведения бизнеса для всех, а не для своих компаний, и для каких-то возможностей они будут. Вы знаете, я нещодавно увидела результаты опитывания депутатов компания «Задом Дефидал» проводилась, где, как раз, ставила вопрос, о том, какой вибольшую перегону, и бизнес вважает, что вибольшую перегону для инвестиций в Украине. И, как бы это не звучало, вопрос о войне было только на третьем месте. На первом месте выделяют коррупцию, на втором месте проблема с системой взрослой. Потому что, очевидно, что будь-який бизнес, когда он создает здесь рабочие места, когда в один из своих взрослых, очевидно, он хочет иметь защиту этих инвестиций, и хочет понимать, где искать справедливость, если что-то будет называться, относительно государства, не честными формами, рейдерские захваты, чтобы не произошло, и так далее. Потому что, именно, мы смотрим, как один из приоритетов, очевидно, это судовая реформация, знаете, что на начале 30-го, вернее, вересня, на Украине, принаймні, которая закладает инвестиционную основу для того, чтобы оновить судическую систему и попробовать ее производить. Потому что в этих условиях, в которых на генерал-бюджетах, в том числе, живым инвесторам не зайдет просто на Украину. Я тоже переживаю, что те, кто не связаны как раз с местом надения кофе, а это ИТ-визначение, они просто могут в Украине. Кроме того, я вважаю, что для того, чтобы поговорить про сприятливые условия для ведения бюджетов, очевидно, нам, особенно, на решті провести податковую реформу, но податковую реформу не таку, про яку мы говорим в роде месяц, где мы можем служить свои деятельности на наступный финансовый рейк, который, как правило, начинается с 1 сентября. Очевидно, что это должна быть податковая реформа, потому что ей нужно обоголювать свои позиции, и в ту участь в деятельности с асоциацией, например, я чула, когда Дюфин минулого года намагался свою податковую реформу, что интересно проводить эти бизнесы, говорили, что давайте ничего не делать с податками в ЗАДИ, с поставками податков, давайте лучше с рабочим системой прозорого администрирования и даже на податки не требует уничтожить. Поэтому, власне, я тут также думаю, что требует какой-то стабильный подход, чтобы бизнес-информация и системы администрирования. Думаю, что всем IT-бизнесам также интересна валютная реформация, и тот, как раз на ходе, мает стать законопроект, который, я так понимаю, уже задавал, под номером 4.96 и я и автором этого законопроекта в Верховной Раде, и это законопроект, который мы говорим о усунении административных барьер при экспорте послуг, и он относится всех тех, кто надает свои послужные законопроекты. Особенно это IT-бизнес, но, естественно, кроме IT-шников и юристов, и юридические послуги, и бухгалтеры, и большинство других послуг, которые просто позбудутся в разе принятия этого законопроекта, в необходимости пересылать хардкопию из документов, договоров от того, кому это послуг будет надано. Банки не будут требовать этих документов. ИНВОЙС мает стать правильным документом. И, несмотря на то, что попытки прибрать эти нормы из первой редакции нашего законопроекта, для некоторых народных депутатов, нам удалось их оставить, потому что мы знаем, что это очевидно надзвичайно важливо. Мы требуем бизнесу витрачать чат на укладание договоров, на нікому не нужны акты приема и передачи послуг, если такие акты в Европе никто не укладывает. На проставляние початок, когда в Европе, когда вы работаете, много даже нет таких початок, и некоторые банки еще, на превеликий жаль, иногда требуют на этих договорах о принадлении послуг скрепленного початка, как приема и передачи. И, кроме того, певно-валютная либерализация також нас очікует тех, кто, власне, надает послуг за кордон. Наразі цей законопроект принятый в первом учительнии. Поправки до второго учительния уже не дійшли від народных депутатов. Как раз мы иниціативною группой намагаемся их в парламенте опрацювати, для того, чтобы на наступного тижня просить профильный комитет, это комитет предприятий, очолюваний Віктором Голесиком, чтобы посмотреть эти поправки и регулировать законопроекты до другого учительния, для того, чтобы, как умова, швидше его принимать уже в целом, и, власне, впроводить ті маленькие бенефити, которые есть, но, принаймні, не ждать какой-то глобальной комплектной реформы, а делать ее поступово. Кроме того, в законопроектной деятельности, до которой, власне, я маю отношения, я бы хотела так само звернути Вашу увагу на законопроект, который касается регулирования относительно сферы интеллектуальной власти, и, в частности, службового творчества. Вы знаете, что на сегодняшний день у нас есть разбежности в законодательстве, в основном между цивильным кодексом и законом про авторские права и совместные права, которые по-разному трактуют, кому належат выключенные майновые права на службовый творчество, работодатель или работодатель, в связи с автором, если иначе не предназначено договором. И очевидно, что это очень большая проблема, потому что, когда есть работодатель, который находится в трудовых местах со своим работодателем, и фактически создает определенный продукт интеллектуальной власти, как следует выполнения трудовых функций, то я думаю, что личный не майновые права действительно должны оставаться автором, потому что это право на признание авторства, творения и так далее. Но исключенные майновые права, они все-таки мают за законом належать работодатель, если иначе не предназначено договором. Если человек является настолько ценностью, настолько его работодатель, то всегда работодатель вместе с работодателем может договориться, укласти договором и в договоре предназначить чётко те условия, на которых они будут спільно владеть вопроченными новыми правами на этот объект авторского права. В Угоді про асоціацію прямо закріплено наше зобов'язання якраз регулювати цю розбіжність і, зокрема, там зобов'язання стосується комп'ютерних программ. Чётко передбачено, що якщо комп'ютерна программа створюється найманим працівником на виконання своїх трудових обвязків, роботодатцю мають належати усі виключені майнові права на створену комп'ютерну программу, якщо інші не передбачено договором. Власне, для того, щоб урегулювати цю розбіжність нашого дійчого законодавства і виконати умову Угоди про асоціацію, я разом з іншими народними депутатами представниками різних фракцій подала законопроект під номером 3692. Але на його прикладі можна відслідковувати, наскільки на сьогоднішній день Верховна Рада працює неефективно, які є пріоритети у Верховної Ради і як вміло деякі сили, політичні, неполітичні, можуть звукувати проходження адекватних ініціатив в парламенті. Зокрема, цей законопроект, ну ідея його ще у вигляді законопроекту під іншим номером була, з'явилася ще в березні 2015 року, тобто пройшло вже більше ніж півтора роки. А власний законопроект, про який я зараз гадую, він був зареєстрований в грудні 2015 року. З тих пір у нас за рекламентом є норма про те, що комітет профільний зобов'язаний розглянути законопроект протягом одного місяця. Якщо він не розглядає законопроект протягом одного місяця, то законопроект може потрапити в пленарне засідання і власне розглядатися вже Верховною Радою без рішення комітету. Тобто певні засобіжники, наче хто є. Але ви знаєте, коли профільний комітет з освіти та науки з попередньою його головою не систематично не включав навіть в порядок денний розвиток на засідання комітету цей законопроект, ми писали купу звернень, бізнес-асоціації також звертали увагу на необхідність його прийняття, зокрема, європейська бізнес-асоціація, американська торгівельна палата, тому що очевидно, що там також зібрані одні з великих компаній, які є чистими вкладниками податків, які хочуть просто працювати в адекватних умовах, які має держава створювати. Але, наприклад, великий жаль, тоді це було абсолютно нереально навіть включити в порядок денний комітет у розвитку даний законопроект. Він довго не включався. До того, поки від Міністерства економіки не з'явився альтернативний проект, який майже десь на 80% дублює норми ті, які є вже зареєстровані в проєкті. І, насправді, поява таких проєктів свідчить про якісь, не знаю, як це охарактеризувати, може змагання між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів, може на бажання якраз працювати разом. Але очевидно, що це все заважає швидкому прийняттю відповідних законопроєктів. І таких історій, насправді, у Верховній Раді надзвичайно багато. Коли навіть маленькі точкові ініціативи блокуються органами виконавчої влади, які мали б нахопі просувати ці ідеї, мотивуючи це тим, що зараз ми розглядаємо, розробляємо глобальну комплексну реформу. І після того, як вона буде розроблена, у нас буде затверджена концепція, ми не працюємо в величайній законопроєкті, який змінить все, тільки тоді ми будемо це просувати в парламенті. І, зокрема, це саме зараз я бачу на прикладі реформи захисту прав інтелектуальної власності, тому що про цю реформу почали говорити майже вже два роки тому, і на сьогоднішній день, на превеликий жаль, в сфері інтелектуальної власності я можу сказати, що нічого не зроблено. Тому що ті поодинокі ініціативи, які є в парламенті, до сих пір не прийняті, а величезний комплексний законопроєкт розробляється сьогодні десь в Міністерстві економіки, але його, принаймні, я не отримала ніякого драту. Затворюється концепція реформування галузі інтелектуальної власності, але очевидно, що якщо рухатися такими темпами, то бізнес дуже довго може чекати і не дочекатися, і мені дуже не хотілося бачити, як компанії будуть йти з України. Тому я особисто відстою відкід, що давайте не чекати глобальних комплексних реформ, давайте робити точку без змін, де це можливо, давайте приймати законопроєкти такі, як законопроєкт про усунення адміністративних бар'єрів для тих, хто надає послуг за кордон. Давайте об'єднуватися, давайте разом гучно на рівні асоціацій підтримувати ці ідеї, промотувати їх в парламенті, тому що без підтримки асоціації навіть в порядок денний засідання комітету, я вже не кажу про турнартні засідання, включати їх дуже-дуже важко. Дякую. Вікторія, дякую дуже. Я би ввіддив дві теми. Такі краткі коментаріями передіються в следующим спікерам, Константином Юльдином. Первая – нова реформа, і в тому, що у нас каждый декабрь не відбувається, і, мабуть, було б неплохо, як інакше не поступити. Тут кратка ремарка. На самом деле, те колеги, які мають бизнес в Польщі, мабуть, просто не заглядываючи на законопроєкт і закон, знають налоги за лет десять, які там существують. Іногда, не важливо, яка ставка закона, іногда важливо, щоб вони 5-10 років не менялись. Це стабильне правило игры і підняти до цапляних партнерів. Тому я би, може бути… Ну, це просто, я розумію, що то, що ми зараз говоримо, і те, що відбувається, завжди завжди, але ідея з тим, що давати кожен годину голову реформу, вона виглядить не очень правильно, і даже при очень хороших цифрах, за очень правильним послідом. Ось та стара ідея. Скажіть, будь ласка, по поводу цього закона, який всіх інтересують, відмені контактивних барьерів. По вашим ощущениям, то есть, когда можна ожидати, я понимаю, що вопрос такой субективний, ті не мені, а когда можна ожидати, що він буде спринят окончательно? Незважаючи на те, що є деякі політики, які чомусь не хочуть його приймати, але, мені здається, що профільний комітет настроєний, налаштований досить позитивно, і вони готуються до того, щоб розглянути всі поправки подані народними депутатами. Я думаю, що якщо не на наступному тижні, якщо нам не дать його включити в порядок денний на четвер, то принаймні через сесійний тиждень ми будемо пробувати це робити. Але для того, щоб нам це вдалося, потрібні листи від всіх асоціацій представників бізнесу, зокрема, голову Верховної Ради, на керівників фракцій, на голову профільного комітету, щодо того, що ринок чекає, і давайте, будь ласка, його швидше розглядати в сесійному залі. Тоді це матиме шанс на успіху. Дякую. Дякую за хороші новини. Це один з последніх законопроєктів, який, я думаю, відомляє всіх, і тут присутніх і індустрию. Прошу Константин Режнин, завдовитель головы управління Укрсиббанка. Я можу сказати, що це найбільший IT-банк, який є в Україні. Такі усілия, які банк робить, відомляються на статусі. Дякую. Дякую. силу регуляторів, який відомляється в той області, де пересікаються наші, це фінанси і ІТ, в направлении фінтек. Я пересікую, да? Дякую. Значить, ну, все із вас знают, що щас відбувається фінтек революція. Значить, з точки зрення того, як рассматривати ці отрасли, наиболее обчий взгляд, то, що аналитики виділяють шість основних областей, а фінтек развитие, т.е. развитие технологій інформаційних на стыці с інформаційными системами, це область платіжей, PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, і так далі і так далі. Второй – це кредитование, Landing Club і Тупі кредитование. Третье направлення – це платформа, в которой ми робимо цінне банковське обслуживання, це Симпл, Банк Мугл і так далі. І, конечно, китайський гігант WeBank, це направлення WeChat. Четверте направлення – управління капіталом, различные робо-адвайзи. Пятое – це стражування. І шестое – це решення в області капітал-маркетс, взаємодісті відчастників фінансового ринку B2B. Чому я говорю о том, що не я, так сказать, експерт, а я говорю о том, що щас відчастить інтепреволюція? Тому що об'єм інвестування венчурними капіталістами в ці отраси в останні роки відбувається просто взривообразно. На цьому слайді видні суми інвестицій, які аккуратно считаються, кожен квартал публюкується различними групами. І от ми видим, що 2016 році – це дійсно год проривний. 2015 році 18 мільярдів було інвестувано, і в 2016 році – це 30 мільярдів інвестицій. Много – це чи мало? 30 мільярдів. Все бюджети, IT-бюджетів, всіх банків в мире – це приблизно 200 мільярдів доларів в год. Із них три четверти тратиться на текущу роботу, рандомай, і где-то 50 мільярдів доларів в год тратиться на розвиті технології, на внедрення нових технологій. Тобі цифри, які потрібно сравнювати, це 30 мільярдів інвестицій, які відбуваються в 2016 році, і 50 мільярдів, які тратим інвестицій, – це інші 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 інвестицій Це таки інвестиція розпов positively watching66 Visa, також і підідок. Нахっ! Дені вPP-áriці – отримати не є. iy відді цікали – це трі ч descub zwebest – rappelle – зі Ron Anle новини, це підgardки і в Шанхай – і sistі взаєте про діток. В чому такі сумасшедші взагалі идут в эту отрасль. Потому что в этой отрасли существует джекпот, который все пытаются нащупать и сорвать. Как его сорвать? Выручка всего финансового сектора в мире в прошлом году составила 15-17 триллионов долларов. Это 17 процентов мирового ВВП. Но этот бизнес организован очень-очень локально. Вот та пластиковая карта, которая есть у вас в кармане, и та пластиковая карта, которая есть в американцах в кармане, она технологически абсолютно одинаковая. В процессе он происходит через те же системы, по тем же правилам, расчеты происходят по тем же правилам. Но регулирование этого рынка происходит очень локально. Даже в Евросоюзе, казалось бы, где они создали общий надзорный орган, все равно все законы касательно работы с визлицами в банковском секторе, они очень локальны. И то, что пытаются сделать вот эти вот капиталисты и предприниматели в области финтек, они пытаются найти бизнес-модель, которая позволит нам сделать что-то типа Uber. Если это получилось в области такси, конечно, это может получиться в области финансовой. Они все нащупывают вот эту вот модель, у кого-то получается лучше, например PayPal или Alipay, у кого-то происходит это хуже, но все они пытаются выйти на глобальный финансовый уровень. В этом состоит их джек-фонд, и в этом, так сказать, причина, почему такие деньги невероятные. То есть здесь мы видим такой, в общем-то они пытаются обойти местные регуляторные плоды, так или иначе. Вторая причина, почему такой взрывной рост, это устаревшая и сложная IT-инфраструктура существующих банков, которая не позволяет им, которая не позволяет традиционным игрокам финансового сектора дать тот customer experience, дать те возможности, которые могут сделать им стартапы. И третье направление, ожидания клиентов растут каждый день, можно сказать, благодаря тому, что их окружают, благодаря тому опыту, который они получают. Facebook, Amazon, Google и так далее. То есть они такого же ожидают в финансовых услугах. Что это значит на практике? Значит, банк Wells Fargo, в последнее время он так на слуху. Значит, банк номер три в Америке. Расположен на штаб-портере Сан-Франциско, 70 километров от Селиконовой долины. Значит, вот я тут привел их веб-сайт. Значит, наверху веб-сайт это услуги для физлиц. Вот у них там есть логин, например, банк, какая-то реклама идет. А внизу это их кусок-портере Сан-Франциско, которые относятся к малому среднему бизнесу. А вот так выглядит, 70 километров от них, вот это вот стартапы, которые на каждую минимальную услугу, на каждый продукт, который этот банк презентует у своих клиентов, есть проект, приложение, отдельный стартап, который пытается откусить вот этот кусок пирога в этом банке. То есть, ну, конкуренция колоссальная, деньги колоссальные, давление колоссальное, все пытаются нащупать вот это вот поле, как можно построить бизнес, который будет масштабирован глобально по конкретному направлению финансирования. Значит, инвестиции, которые мы говорили, идут в основном два направления. Первый сейчас это платежи и переводы, и второй это P2P критование. Все остальные, те направления, которые я сказал, в общем, такое нишеводное финансирование происходит. То есть, два основных направления. Платежи. Почему столько денег идут в платежи? Значит, существующая финансовая система, в общем-то, мировая, она, в общем, подготовила неплохую инфраструктуру с точки зрения платежей. Вы теоретически можете из Украины отправить деньги куда угодно, они дают, вы можете не сомневаться. Но тот опыт, ваш пользователь, который вы при этом получите, проставляя печати, значит, принося бумажки, ну, будет чудовищный. Он будет просто чудовищный. И поэтому, вот, собственно, вот на этом последнем участке и работают эти интег стартапы по платежам. У кого есть аккаунт PayPal? У всех. То есть, понимаете, он, в принципе, что делает PayPal? Он просто вам помогает не вводить реквизиты в вашей карточке на сайте, а ввести логин, пароль и, так сказать, заплатить. Вот такая элементарная, как бы, инновация, она, по сути, очень обернула серьезную рыночную капитализацию и в большом количестве приема. Apple Pay. Apple Pay невозможен без миллиона кредитных карт, привязанных к iTunes. То есть, это все происходит на базе существующей банковской инфраструктуры. Но вот тот последний, как бы, последний миллиард до клиента, тот его потребительский опыт, он является тем, так сказать, причиной, почему эти процветают, в общем-то, организации. Направление педагоги кредитования немножко более имеет другую логику и по-другому, так сказать, влияет на существующие банки. По сути, речь идет об исключении банков как участников процесса кредитования, инвестирования, где они могут кредитовать на другую. Но здесь, в чем здесь преимущество, почему это происходит? Во-первых, есть новые модели скуринга, которые используют не кредит, но, первое, используют доступные данные для принятия решения. И, во-вторых, у этих организаций нет требований капитала, такого, как у банков. То есть, опять мы видим такое некое революторное поле, такой дисбаланс, который они пытаются максимизировать в свою пользу. Объем P2P кредитования в 2015 год, видите, взрывообразный рост, то есть, вот действительно эта революция происходит. Теперь, какие вызовы или какие проблемы состоят у банков в связи вот с этим происходящим? Главная проблема существующих банков – это отсутствие осмысленной инвестиционной стратегии. То есть, вот это процент, значит, там, респондентов, которые сказали, что у нас есть инновационная стратегия, но, когда их спрашиваешь, какая ее полнота, то есть, понимают, получается, что она, в общем, отдельное направление в банке, они, так сказать, понимают, как мы, банкиры, понимаем, как развивать. Вот, но, в общем-то, вся эта стратегия инновационная является отрывчей, фрагментарной. Какая проблема у стартапов? Главная проблема фентеф-стартапов – это законодательное и нормативное ограничение. Все, что касается капитала, все, что касается трансграничных переводов, все, что касается комплианса, все, что касается идентификации клиентов, у них проблема. Почему? Выводы, вот из того, что мы сейчас увидели, значит, эти изменения в финансовой отрасли происходят неуклонно и предсказуемо. Каждый месяц есть отчеты, всем понятно, куда инвестируют, как растут количество клиентов, выручка, обороты, все понятно, все происходит. Банки применяют три стратегии. Они сотрудничают со стартапами, предоставляют им инфраструктуру и их покупают, ну и конкурируют с ними, конечно. И самое важное, что законодательство является главным барьером для развития стартапов. Регуляторы во всех странах действуют медленно и осторожно, потому что они не понимают, какое влияние вот этой новой волны на экономику стран. Какое влияние биткоина на экономику Украины? Громадные. Игрок номер три в мире. Понимаете? А другие скажут, что никакого нету, у меня нет биткоина, у вас тоже, наверное, в большинстве нету. То есть, на самом деле, проблема не в том, что она большая или маленькая, проблема в том, что она непонятная. Непонятно, как его регулировать, непонятно, кто за этим стоит, непонятно, как... Все, наверное, слышали про историю PayPal, который там хочет зайти в Украину, не хочет зайти в Украину. И как себя ведет Назбанк относительно вот захода PayPal в Украину. Потому что PayPal крупная американская компания, которая котируется на новом рынке Америки. Поэтому последняя вещь, которая ей нужна, это какие-то шероховатости с регулятором Украины с точки зрения цены акций в Америке. То есть, малейшая какая-то запинка со стороны Назбанка может вызвать такое движение акций, которые не окупят никакими прибыльными в Украине. Поэтому пока у этих компаний не будет письма в рамке от регулятора, который напишет, ваша бизнес-модель полностью соответствует, мы, так сказать, провели дополнительный анализ, у вас не будет никаких проблем в Украине, конечно, к нам такого рода компании не зайдут. Нет, мы с точностью наоборот, пока Назбанк у себя не повесит такую табличку. Да-да-да, но когда Назбанк четко не скажет, не стремлюрует. Нет, когда Назбанк не повесит у себя табличку, что Назбанк соответствует требованию PayPal, а не как наоборот. И в этом основная проблема. То есть вот, как бы, что происходит с водорослей с точки зрения регулятора. И вот, что сдерживает это развитие. И вот, собственно, та позиция, которую я хотел до вас донести. Спасибо большое. Константин, спасибо огромное. На самом деле, да, огромное количество интереснейшей информации для анализа, которые мы коллеги оценили. Скажите, перед тем, как я буду анонсировать следующего спикера, хочу начнить Елена Волошина. У вас не знаком лично, но это один из спикеров, нет в зале, да? Окей, тогда дальше по списку я рад представить Ольгу Варановну, советника юридической компании «Арсенгер». Ольга заместитель финансового брокеритета Ассоциации IT Украины. И уже много лет компания «Арсенгер» юридический партнер Ассоциации, поэтому Ольга точно знает всю экспертизу, все болевые точки этой индустрии. Прошу. Спасибо. У меня тема защиты и приключения инвестиций через призму законов. Дело в том, что в начале, когда я готовилась к этой теме, думала рассказать в целом о том, что у нас есть валютные ограничения, несовершенная судебная система, прокуратура и так далее. Вот. И все это актуально. Из того, что вчера случилось, это вот продление постановления надбанка о том, что 65% все-таки мы продаем. Ну и новое то, что запреты индивидуальной децензии взять и длить. Ну вот, тоже из болевых моментов такие существуют. Потом, в принципе, решил сконцентрироваться на налоговых вопросах, поскольку больше специализируешься именно на налоговой практике. И вот нам попал в руки законопроект, который еще не зарегистрирован в Верховной Раде, и который призван вот частично имплементировать БЭПС, вот это БЭПС, вот это БЭПС РОЖЕНИЙ ПОРФИТ ШИПТИНГ. Вот. И суть этого в этой части законопроекта такая, что если из лица Украины, резидент налоговой Украины владеет либо юридически, либо границиарным собственником, а посредо, она еще как-то фактический контроль осуществляет над компанией где угодно, в итоге, финальном, то вот для определенных показателя налоги должны будут уплачиваться с этой компанией именно в Украине. Там ни много ни мало, ни у нас до с половиной процентов. То есть НДПЛ будет в своем сборе. То есть вводится понятие «контролируемая иностранная компания», которая, ну там есть критерик для нее, во-первых, что вот это финальное владение и фактический контроль. И прибыль этой компании должна будет обладаться именно в Украине при определенных условиях. Условия первое – это корпоративный налог меньше 13%. Ну вот возьмем классический пример, это пример BVI. Там вообще с этим очень все просто. В год уплачешь определенную сумму, если и нет никакого налога дальше. Пассивный доход более 50% от общего дохода. Вот выполняются эти два условия не с конвенцией прямой из между Украиной и вот этой страной. И поехали, прибыль обладается в Украине. То есть цели, прежде всего, это рассказать информации о КИК. И второе – это много вложений, собственно говоря, в нашей стране. КИК. Тут возникает сразу куча вопросов, такие как, ну, как определить контролирование компании или нет, как считать это прибыль, по каким правилам считать, ну, как бы и так далее, как рассчитывать сумму ту, которая подлежит налогообложению, будем так говорить, и что будет, если ничего не делать. Помните, у нас была несколько лет назад норма о том, что нужно информацию раскрывать госрегистратору о конечном пользователе и что будет, там где-то штраф, несколько тысяч гривен, никто особо не пострадал. Здесь все гораздо интереснее. То есть, получается, во-первых, считается прибыль по пухучёту локальной юридикции, либо по МСФО. Но если пухучёт вообще не предусмотрено, то есть для этой юридикции, то тогда все равно, значит, нужно делать по МСФО. И более того, налоговая может потребовать рано или поздно аудиторский отчёт, даже если аудит тоже не предусмотрен, и обязаны компании или вот эти бенефициары украинские отдавать такие вот юридические заключения аудиторские. Потом, налоговые разницы, они так прямо не предусмотрены, но есть некоторые такие точечные давления, как, например, расходы по выплате процентов, связанным и низконалоговым юридикциям. Вот не больше 30% дохода, они могут быть отнесены на вот такие вот расходы. То есть остальное всё будет считаться без вариантов в качестве дохода. Интересно, что распространяют требования трансфер-прайсинга на отношения между вот этой контролируемой компанией и ещё другим резидентом. То есть тот, который связанное лицо, даже, например, у кедита в Германии, да, и в Швеции. Либо это если с другой низконалоговой юрисдикцией. То есть первое место в том, что вот такие контролируемые компании, они должны раскрывать данные независимо от того, сколько у них там оборота. А второе, если вдруг оборот превышает вот эти 50 миллионов, да, и там с одним контрагентом 5 миллионов гривен и так далее, то тогда уже возникают сразу требования про подачу отчётности трансфер-прайсинговой и со всеми вытекающими наши штрафами. Со штрафами вообще всё очень интересно. начиная от 300 минимальных заработных плат и до 10 тысяч минимальных заработных плат за различные нарушения, в том числе за само по себе нераскрытие информации. За нераскрытие, например, 500 минимальных зарплат. То есть ни много ни мало, да, умножаем на, если, например, считать за 1 января 2016 года, 1378 гривен, там уже получается, ну так, ощутимо. Вот. И плюс 1 или 3 или 10 процентов от суммы операции тоже в зависимости от того, что именно не раскрыто или не подано вовремя и не отвечено на запрос налоговой. Когда я читала следующий подпункт, вначале, думаю, как эта издёбка выглядит, что штраф 10 минимальных заработных плат. Когда я дочитала до этого пункта, оказалось, что этот штраф за каждый день неподачи информации. То есть если налоговая уже признала, что надо подавать, прошло время, там, сколько-то дней для того, чтобы я должна была уже подавать информацию, не выявили сами каким-то образом, что я должна была подать. Вот. И пришёл день Че, то потом каждый день по 10 минимальных заработных плат, и нет никакого предела и порога. Есть две хорошие, так сказать, новости в этом всём. Прежде всего, контролирующее лицо, которое, вот, это налоговый резидент Украины, то есть те люди, которые к тому времени, как этот закон заработает, например, поменяют залоговый резидент, и как-то всё касаться не будет. Вот. И второй вопрос, то о том, что там, где трасты, там, где определённые, там где-то штук пять или шесть требований о том, как этот траст должен продаться, и какие полномочия и неполномочия у этого бендициарного собственника траста, то тогда эта компания не будет поддержать налогового вложения в Украине путём вот этих правил переноса прибыли, скажем так, в Украину. Вот. Поэтому, в принципе, этот законопроект ещё не зарегистрирован, и там могут быть изменения. Вот. Но концептуально мы видим, что движение в эту сторону уже есть, и как бы рано или поздно оно дойдёт до какого-то логического завершения, потому что это не просто инициатива Украины, а это именно в рамках имплементации вот этого БЭПСа для, ну, который все равно общество признаёт и принимает. Вот. И такая у нас вишенка на торте, ещё есть электронный кабинет вот таких податков. Это уже другой законопроект, который 9 августа 2016 года сомнительная таблица была опубликована на сайте Минфина. Там какие-то определённые изменения в налоговый кодекс, такие более-менее административные. Но вот, среди прочего, мы обратили внимание на электронный кабинет. С одной стороны, вроде бы очень позитивные вещи там изложены, о том, что мы можем информацию просматривать, мы можем так чётко видеть о том, как вот, особого картка, да, этих наших лицевых счета, и переписаться можно с налоговой, и подавать жалобы и так далее, и всё через электронный кабинет очень удобно. Но возникает сразу масса вопросов. Во-первых, методологом кабинета является почему-то Министерство финансов. То есть не государственная агентка по вопросам электронного управления, а Минфин, который проявляет в том числе и правильность исходного программного кода. То есть Минфин, ну как бы, должен обладать такими компетенциями, чтобы это всё проверить грамотно, откуда. Дальше, они сами понимают, что кабинет, он будет нести в себе системные какие-то ошибки, и сразу в налоговом орган посчитает, что, вместе с Минфином, что это в самом деле ошибка. У них есть 48 часов на устранение. Но если они так не посчитают, то нужно будет снова таки обращаться в полную очередь в орган другой, и заказывать, что эта ошибка всё-таки есть. И я не могу подать, например, ответ, подать жалобу на новое удовлетворение решения. Вот. А вся особенность состоит в том, что если однажды котельщик уже принял решение работать через кабинет, то он потом обязан работать именно через кабинет. И если, ну, приходит время ему подавать эту жалобу, а там говорят, что ошибка, она там что-то не проходит, то время-то идёт, и никто не меняет вот эти вот сроки 10 дней для обжалования, и, не дай бог, она станет согласованным обязательно. Вот. Поэтому, вот, дальше мы должны очень чётко, как бы, давление продолжать на Минфин. Вот пока она тоже не зарегистрирована как законопроект, она висит там, да, уже больше месяца, в качестве сравнительной таблицы. Вот. И работать над тем, чтобы она в таком сыром виде, по крайней мере, туда не попала, потому что там минусов может быть больше, чем плюсов, в том числе и насчёт сохранности информации, потому что кто-то может посторонне увидеть, или скачать, или получить доступ и повредить нашему бизнесу в итоге. Вот. Всё. Держим руку на посте. Продолжаем борьбу. Катя Ивановна. Оля, спасибо огромное. Безусловно, что нашли законопроект. У нас с тем, что новенькое происходит, да, не месяц, а не новости. Да, было интересное мнение, что если бы на 100% законодательства работали, вот там была совершенно другая страна, да, на 95% законодательства просто лежит. Его принимают, не менее усилили на постоянно новое. И поэтому тут вопрос скорее в том, кто будет выполнять этот закон, да. То есть если, например, олигархи крупный бизнес не будет выполнять, ну мы знаем все о чем вы говорите, да, то получается опять это будет там выборочное, там поймать какого-нибудь небольшого предпринимателя, где за что-то заказать. Это чуть-чуть он скорее барьер, чем действительно стройезвивое перераспределение. Вот, это во-первых, да. И во-вторых, там получается есть вот эти трассы и так далее, вот есть определенный механизм там на несколько страниц выписан о том, как же не попасть в то, чтобы не платить прибыль в Украине. То есть выполнить вот эти условия, да, неплатежей, скажем так, они довольно будут сложные и как раз вот для крупных компаний, для крупнейших, будем даже говорить, это будет более возможно, нежели для нормального объективного бизнеса. Да, Оля, спасибо. Вот, я приглашаю к слову врач. А можно я реплику по этому вопросу? Я хотел поделиться как раз с аудиторией и сказать благодарность спикеру, потому что это очень интересная тема. Могу сказать, что мы в компании тоже тщательно наблюдали за перспективами внедрения БЭПС у нас в стране. Могу сказать ваше объективное мнение. Я бы сравнил эти действия с химиотерапией. Если ее применить не вовремя, организм попросту умрет. Будучи примененной на достаточно здоровую экономику, она может принести платы. Вот самое страшное, что у нас может сделать законодатель, это не установив нормальную налоговую систему, не дав возможности проагнестировать капитал, провести налоговую миссию, ну то есть, грубо говоря, создав комфортные условия для обеления и прогнозные условия для бизнеса, введя вот этот механизм киков, мы получим очень интересную ситуацию. Потому что, например, сейчас, я думаю, как раз коллега может сказать, юристы наблюдают интересную тенденцию. Гражданство Украины было никому не интересно все эти годы. Вот до 2014 года у нас было только одно обращение иностранцев за тем, чтобы мы помогли ему получить джинамскую Украину. Ему было 75 лет, он говорит, я хочу умереть в этой стране. То есть, это единственное, получается, предназначение гражданство должно быть вот такое. Тем не менее, когда в Российской Федерации ввели закон о контролируемых иностранных компаниях, многие украинские юридические компании получили заказы от российских граждан, которые просто релансировались сюда. Они получали украинское гражданство и таким образом фактически перемещают частично сюда капиталы. И Украине сейчас, мне казалось, вообще стоит бы воспользоваться этой ситуацией, понимая, что создав зону более низкого давления, можно часть капитала переманить сюда. Я говорю не о токсичном капитале, а о нормальном, который не связан с политикой, сколько его там в России не есть, но вот и внедрить попозже. Вот это, мне кажется, в интересах нашей страны. Хотя внедрить действительно, безусловно, придет. Да, хочу допомнить, что речь идет не только о гражданстве, а в том числе, прежде всего, о налоговом резиденции. Вот эти вот критерии, которые в налоговом годности, которые потом будут в конвенции, которые где-то надо прожить в солнце три дня, например, в разных странах по-разному. Центр интересов. То есть, вот, мне такое, честно говоря, спективное ощущение, что его тянут, скажем так, принятие этого закона, только потому, что определённым лицам надо как-то где-то успеть. Вот, поэтому, ну, давайте продолжать бороться. Покажу, что тянут, мне кажется. Спасибо большое. Коллеги, у нас интересная дискуссия. Да, я очень поддержу Артема. Очень хорошая идея. Нужно всегда, когда мы делаем законодательство, это в идеале. Там мы сейчас говорим в идеале. Смотреть не на внутрь, а как другие индустрии в Украине. Это что-то такое другие индустрии в Украине. Их там очень мало хороших, нормальных. Нужно понимать, что мы конкурируем в мире. Поэтому внедряя эти законы, понимать, а вылезли ли это конкурентами в мире. Приют ли к нам капитал, приют ли к нам люди. Такое ощущение, что никто этого не задумывается. И тоже IT-бизнесом, скорее, застиг тех вопросов, которые есть, скорее вопреки, чем благодаря. Артем, прошу как раз твое слово. Управляющий партнер компании «Дискутум», юридическая компания, которая очень много принимает усилий по развитию, скажем, я бы сказал, по преломлению и создаванию комфортных условий для этой индустрии и принимания на себя как следоходитель всей ерунды, которая существует в украинском государстве. Артем, прошу. Благодарю. Поскольку в украинском государстве существует много ерунды, то, в принципе, работа охладает. Я постараюсь очень кратко, как Дмитрий просил в начале, тезисно рассказать о одной инициативе, которая, в принципе, на слуху, но она весьма дискуссионна, и вокруг нее уже существуют целые админовы. Это законопроект 3719. Это является изменением в Уголовно-процессуальный кодекс. Он также называется, еще такое у меня есть рабочее название, законопроект по остановке милицейского произвола. Почему я докладываю? Потому что за прошлый год наша компания сопроводила 250 обысков. Достаточно много. При этом у нас есть своя статистика, мы не претендуем здесь на полную объективность, но мы наблюдали, что меньше 5% от этих обысков реально направлены на получение доказательств, которые потом идут в суд и еще меньше используются в обвинительных актах. Это все свидетельствует о том, что обыски в нашей стране, к сожалению, давно утратили свою роль инструмента следствия, а превратились в очень удобный инструмент давления на бизнес. При этом это было все время. То есть это не новая проблема, она достаточно старая. Не будет секретом то, что в Украине произошло очень мощное сращивание преступных группировок и силовых аппаратов. И, конечно же, государство, имея монотолию на власть, пользовалось ей в том числе и для того, чтобы выжимать деньги из бизнеса. Причем, чем хуже ситуация в экономике, тем сложнее ситуация с обысками. Например, буквально за сегодня, вот сидели в зале два моих коллеги, одна вернулась, координировала действия по обыску, а другой просто в дистанционном порядке тоже координировала. Два обыска уже за сегодня было. Поэтому я без презентации. Клайды не нужны, они все время обновляются. И у нас в какой-то момент родилась идея, мы прекрасно понимаем, что эту ситуацию нельзя переломать без нормальной реформы судов и МВД. Но родилась идея, что можно просто выставить какой-то небольшой ряд заслонов перед этим произволом. И этот законопроект направлен именно на это. В частности, вот я тендерично расскажу его позиции и расскажу его цель. Он содержит несколько новшеств. Первое новшество – это то, что теперь следователь, обращаясь в суд с ходатайством о получении разрешения на проведение обыска, должен обосновать, почему ему необходимо и на обыск, и в частности обосновать невозможность получения искомых доказательств иным путем. На сегодняшний день обыск применяется как абсолютная мера. То есть в сравнении с остальными, например, временный доступ или любое другое обращение, обыск имеет абсолютно лидирующие позиции. Второе – то, что следователь не может обращаться два раза с ходатайством о проведении обыска, если ему единожды было отказано, если и обстоятельства никак не поменялись. До этого следователь играл в беспроигрышную лотерейку. Если судья ему отказывал в проведении обыска, он обращал еще раз, еще раз, и был неограничен в количестве. То есть пока он не выигрывал, он продолжал эту карусель. В-третьих, спецнаборазделения теперь могут привлекаться только в том случае, если следователь в ходатайстве обоснует, что существует какая-либо угроза физическая при проведении этих следственных действий. Потому что мы тоже видели, что большинство обысков, которые мы могли наблюдать, они происходили в офисных центрах. Тем не менее, там присутствовал полный рост цирк с автоматчиками, масками шоу. Во-первых, это все оплачивалось деньгами налогоплательщика. Во-вторых, смысл в этом, кроме того, чтобы следователь побольше напугал бизнес, посильнее парализовал компанию, никакого не было. В заем в законе закреплено, что теперь адвокат может допускаться на любой стадии, в том числе и после начала обыска. В принципе, и до этого законодательство не содержало никаких запретов. Но практическая ситуация с тем, как оно происходило, диктует необходимость еще раз конкретно это выписать. Ну и последнее, это попытка усовершенствовать норму о запрете изъятия носителей информации и с тем, чтобы в подавляющем количестве случаев все-таки копировать и уже оперировать в суде. Такой законопроект был принят в прошлом году, он стал законом, при этом буквально в тот же день, когда его подписал президент, прошел у нашего клиента, в частности, обыск у одной из IT-компаний, где было изъято оборудование, потому что когда законопроект, который уже стал законом, прошел комитет, он немножко видоизменился, там появилась лазейка, естественно, и начали пользоваться. Но смысл в том, что одним из инструментов шантажа со стороны правоохранительной системы является изъятие компьютера. На сегодняшний день не только IT-бизнес, а любой бизнес, он при изъятых компьютерах не может продолжать свою работу, и, следовательно, дальше появляется некий инструмент шантажа и торга. Вот этот законопроект, он прошел уже первое чтение. Я не могу претендовать на полное авторство этого законопроекта, поэтому не могу собирать, не отвечать за его недостатки в полной мере, не собирать все похвалы, которые он может быть достоин. Я считаю, что его текст, он, пройдя комитет, был не идеален. Мы предпринимаем попытки его усовершенствовать, поддаем свое предложение ко второму чтению, чтобы усовершенствовать его. И вот в финале хочу сказать такое небольшое резюме. Это не попытка подменить собой реформу правоохранительной системы. Он, безусловно, не сможет полностью переломать ситуацию. Он просто даст возможность нам, адвокатам, в дальнейшем по ходатайствам оспаривать действия следователя, пытаться привлекать следователей к ответственности за те или иные действия, неправомерные и необоснованные. И мы надеемся все-таки, что он будет принят и окажет свое позитивное влияние не только на эти отрасли. На самом деле он не ограничен никак по индустрии, это в целом по стране, потому что, по нашему мнению, нынешняя ситуация с обысками является одним из самых стрессовых факторов для экономики Украины. Она не попадает ни в какие рейтинги, думаем бизнес это не измеряет, но мы очень хорошо это ощущаем по нашим клиентам. Спасибо огромное. Благодарю. Я думаю, что такой закон есть, и это имело определенное моральное значение. Поэтому не профессиональное, но моральное. Тем не менее, я думаю, что задача индустрии действительно снять эту задачу по вопросу трески дня, потому что, к сожалению, последние несколько лет, наверное, самая горячая тема. Мы даже обсуждаем, говорим, образование в рамках этой конференции, ну интересно, 50% компаний, даже может быть меньше, 40-30, в основном это крупные компании, там другой какой-нибудь тренд, там еще 20-15%. Зато АВШК, это вдруг 100%, интересно всем. Вот это неправильно, это очевидно барьер в развитии отрасли, и мы должны что-то с этим сделать. По-моему, кстати говоря, мы будем точно вносить дополнение, этот закон дополнять, очень много вещей есть, но одно из ключевых, еще сказать, мы должны не только делать какие-то процессуальные заслоны, мы должны работать с мотивацией тех людей, которые к нам приходят, исследователи, прокуроры и так далее, потому что, вы знаете, нападение в одни ворота, то есть они пришли, там что-то изъяли, а потом, ой, извините, мы ошиблись, и никакой ответственности. Пока у них не будет никакой ответственности за это, я уверен, что никакие барьеры не сработают на практике. Спасибо. Рад пригласить следующего спикера, Константин Могилевский, партнер компании «Харазин Кэпитал», и затем наш финальный спикер сегодня, Виктор Компанеец. Вот мы договаривались с коллегами, что это будет несколько кратких месседжей, учитывая, что мы уже почти на финале, и надо быть благодарен нашей аудитории, которая терпит с последних сил нас слушая. Более того, еще хотелось бы услышать вопросы из зала, если какие звонки есть. Поэтому, прошу, Константин. Да, вопросы модераторы были очень краток. Принс Масседжи очень простые. Мы, в целом, позитивно оцениваем те изменения, которые происходят в Украине. Мы видим сейчас улучшение определенной экономической ситуации, улучшение ситуации с просто МВП. Конечно, огромную роль позитивно сыграет одобрение транша МВП, и не только сам как себе транш таковой, а потому что является тридером для еще больших сумм, которые будут выделены со стороны европейского сообщества и американцев и США. И, соответственно, для всех инвесторов это будет очень большим положительным сигналом с точки зрения инвестирования в Украине, как внутренних, так и внешних, особенно внешних, потому что для них это один из самых важных показателей, и очень хорошо, что у правительства СМВП мы видим определенные улучшения, которые говорили предыдущие спикеры, в том числе участвовали активно, за что мы благодарны в части дорегуляции, в части улучшения законодательного поля. Мы видим, что именно в Украине, в том числе, в первую очередь, в IT-секторе, он продолжает набирать обороты, есть все эти исследования, которые показывают рост, мы понимаем, что там далеко не все сделки в эти исследования попадают, потому что они все сделки являются, или анонсируются вообще, или даже если анонсируются по теме из суммы, поэтому я думаю, что реальная картина еще лучше. Ну вот, как и влесно, Харайдин тоже, у меня свой рептор, в том числе в прошлом году, продав свою долю в цикл, в том числе в Соросу, что является очень большим положительным месседжем, опять же, для внешних инвесторов, в Украине в целом, и в IT-сектор чата, когда находят такого рода инвесторы, в том числе, и плюс мы проинвестировали, как выполнить в прошлом году в розетку, если мы говорим об IT-секторе, соответственно, соответственно, что тоже является много положительным индикатором осуществления оценки иностранными инвесторами потенциала IT всех краю. И в этом контексте я хочу давать, что мы очень довольны своими инвестициями в IT-компании, которые мы сделали в Украине, как вы знаете, это розетка, цикл, например, джунгл, глобальная продуктовая компания. Мы, как вы знаете, недавно Вестер НС объявила в запуске 5-миллионного долларов на венчурного фонда, и в этом процессе участвует также Харайзин Капитан. И, соответственно, мы сейчас уже смотрим не только на сделки, активно смотрим на сделки в IT-секторе, крупные, да, там от 5-ти до 6-ти миллионов долларов, но также мы смотрим на вечерний сегмент в контексте вот этого 3-миллионного фонда выставлено это. Ну, это если в курорт пришло поставить уже конечное позитивное место. Простите, спасибо. А главное, мне кажется, вот нет вот таких коротких месседжей, как у меня того, что на 40-х, и вдоль к стиклу, что добавить, да, мне кажется, стоит новых инференций. Хотя эта новость уже не новая, она по-прежнему вообще долго будет актуальна, то есть чем мы дождемся новых таких инвестиций. Кстати говоря, была логика инвестиций, вы тоже знаете, да, об этом и так далее. Такие вещи, они активно выделяют нас, идем вперед. Рад представить последнего спикера сегодня, вот, он присоединился в программе последнего МЕН, поэтому верим, что это у нас Джокер, который все сделает финальное шоу. Шоу? Тогда пожалуйста. Которое заполнится этой конференции. Это Виктор Компанеец, ведущий инвестиционный менеджер, инвестиционная компания Digital Future. Добрый вечер. Те, кто занимается статапом, меня наверняка знают. Те, которые занимаются IT, может быть еще помнят, потому что я думаю, кто заметился. Смотрите, я пришел сюда на эту конференцию после громаднейшего скандала у себя на работе, когда мы обсуждали как раз тематику, я просто сижу в одном кабинете напротив меня финансового директора, рядом директор юридический, и я как бы с репрессией меня пригласили, упросили выступить со стороны частного инвестора, который занимается поиском предметов для инвестирования в Украине. Ну, часть месседжей, которые я бы хотел донести, предыдущие ораторы, у меня, можно сказать, с языка украли, но я тогда хочу немножко подрезюмировать, чтобы очень быстро и запоминающийся. Смотрите, два глобальных тренда, которые надо понимать. На сегодняшний момент большая часть инвестиций в мире делается в процессы, которые делают государства и старые структуры ненужными. Uber, Paypal, Airbnb, Alibaba и так далее, это все структуры, которые сами по себе подразумевают отсутствие регуляции. На сегодняшний момент тренд таков, что то, что происходит в Европе, те законодательные как бы структуры, которые существуют общие, ну, глобальные, или там, которые командуют процессами, они стараются втянуть менее слабых игроков под действия более сильных регуляторных систем, только для того, чтобы сохранить свою жизнь. То есть, грубо говоря, сейчас речь идет о том, что все регуляторные системы, они просто пытаются выжить. Тот же блокчейн, он на самом деле, если мы будем смотреть на то, что делает Великобритания, они, по сути дела, уже начали внедрять технологии блокчейн в свою юридическую и финансовую структуру. Они это не афишируют, но они это делают. Тайвань это, сори, Сенгапур это уже сделал. Об этом тоже никто не говорит, но они уже это сделали. То есть, происходит что? Что ситуация социализации и peer-to-peer, она вытесняет регуляцию из области инвестиций. То есть, грубо говоря, максимальный фокус, большая часть инвестиций, и то, что нам показывал наш уважаемый представитель Украинского банка, показывает на самом деле что? Что инвестиции идут в те технологии, где регуляция, по идее, должна исчезнуть. И в этом основная цель инвесторов, частных инвесторов. Но надо понимать, опять же таки, попытка закрыть так называемые офшорные или низконалоговые зоны, это игра для... Как это? Для тех, кто не понимает, что происходит. Почему? Потому что, если не будет обшорных зон, рухнет экономика Европы, Америки, да и до всего основного мира. Потому что основные регуляции большого капитала проходят только через... Цария, по сути, делает операции, многие свои операции делают через Люксенбург. Через своего соседа. То есть, и такие вещи, они на самом деле... То есть, где-то поднимают руки, как вот попытались надавить на Панаму. Панама подняла руки, раскрыла конечных бенефициаров. И несколько очень известных в узких кругах людей покончили жизнь самоубийством. Но это не у нас в стране, а это в Америке, в Великобритании, в Франции, в Германии. Вот. Потому что они стали... Вдруг оказалось, что типы бюргеры со скромной пенсией оказались управляющими триллионными состояниями. Ну, это все легко. Ближе к Украине. Что... Тоже несколько тенденций, которые видно на Украине. Первое. Частный инвестор, я имею в виду иночастный инвестор, который заработал честные там 25-30-500 миллион долларов, он хотел бы их каким-то образом умножить и приумножить здесь, в этой стране. Так, звук пропал. Наверное, закончилось... Алло. Так. Что происходит? На сегодняшний момент легитимно инвестировать в нашей стране нельзя. То есть, если я хочу честно, прозрачно инвестировать в нашей стране, то у меня лично, как у меня, физического лица, такой возможности нет. И места, куда это частное физическое лицо может обратиться, практически нет. Оно фигурирует только в виде финансового института а-ля банк или инвестиционной компании. И у нее тоже есть проблема, потому что она тоже не может напрямую эти деньги привлечь. Но это еще не все. У нас, по сути дела, то, о чем пока никто еще здесь не говорил, у нас, по сути дела, отсутствует фондовый рынок. Скажите, пожалуйста, кто знает хотя бы одну IT-компанию, которая котируется на украинской бирже? Еще раз. Так можно сказать про любую индустрию в Украине, по-хорошему. Ну, хорошо. А вот теперь назовите мне украинские компании, которые котируются на Варшавской бирже. Их 15. А на Лондонской бирже? 4. А на Нью-Йоркской бирже? Ну, 2. Механизмов как привлечения инвестиций, так и инвестирования. То есть то, о чем мы говорим. Мы можем говорить о климате и так далее. Но у нас не хватает самых главных инструментов для оперирования. И это для IT-компании очень-очень важно. Потому что IT-шнику что нужно? По большому счету. Компьютер и интернет. И больше ничего не нужно. То есть это та причина, по которой усиливаются обыски. Почему? Потому что наконец-то усилиями давления всех этих ассоциаций на президентскую администрацию наконец-то до власти будущих дошло. Что если люди чего-то требуют, значит там что-то есть. А давайте придавим, посмотрим, а что там оттуда можно выдавить. И выдавливаем. Я не знаю, но по моим личным данным, Норматив отжатия у силовиков с IT-компании на сегодня на этот год составляет примерно миллион долларов в месяц. То есть им просто сверху спускают на разнарядку, сколько они должны отжать техники, и прямо денег, прямого воровства и так далее. Кто это делает, я пока не знаю. Но такой норматив существует. То есть ничего не поменялось с тех пор. С тех пор. Ну, хорошо, ладно. Пускай это такие слухи и так далее. Я скорее готов поверить в такие слухи, чем то, что этого нет. Потому что это происходит. Хорошо, буду закругляться на позитивной ноте. Наши компании, которые создают команды, которые создают компании в Украине, очень хотят видеть зарубежные инвесторы. И не их видят. Они их просто вытягивают в Польшу, в Великобританию, в Долину, в Испанию, в Португалию. Внимание! У нас образуется очень опасная ситуация. А с другой стороны, для одних опасная, для других наоборот счастливая. Ну, как смотреть, что де-факто индустрия у нас айтишная и продуктовая. Она в Украине виртуальная. Я не знаю, как к этому отнестись. Но она фактически находится практически процентов на 80 вне поля регуляции. И инвестиции, которые мы говорим, мы инвестируем в такую компанию, в такую компанию. Ну, хорошо, это компания BVI, Белиз. Я не знаю ни одного примера, когда инвестировалась напрямую в украинскую инвестиционную компанию, украинскими деньгами в украинскую юрисдикцию. Мне такие примеры неизвестны. Поэтому я бы очень хотел дожить до того дня, когда у нас людей, которые профессионально занимаются инвестицией, была такая возможность чисто, спокойно, прозрачно инвестировать заработанные деньги в нас в стране. Прямо или легитимно. Налоги – это такое. Налоги можно и заплатить, если хочется стать спокойным. Спасибо. Спасибо огромное. На самом деле, я получил удовольствие огромное отступление, начиная от того, что оказывается, панамский кризис привел к тому, что некоторые люди закончили же самоубийство, но, увы, никто не закончил. Это разница менталитетов, да, определённо? Да. Вот это первая тема. А вторая, что касается инвестирования, понимаете, взять экономику штата, вообще любую разницу в экономику, кроме того, что у стартапов, либо у другого бизнеса постоянно стоит вопрос инвестирования, это очевидно. Есть очень дешевая банковская кредита и финансовая система огромная, с большим количеством денег, именно американских в Америке. Но, этого мало, да, точно нужно привлекать деньги физлиц, да, вот это вот для этого существует фондовый рынок. Они могут купить акции, они могут получать дивиденды, они могут инвестировать. То есть мы мобилизуем все возможные деньги в экономике, всё работает. Вот в Украине сегодня говорил кто-то из спикеров, Михаил Стальников, по-моему, да, что самая крутая тема для инвестирования – это трёхлитровая банка. Таким образом, конечно, эту экономику разгонять сложно, не понятно за счёт чего особенно. Коллеги, но тем не менее, мы дождались финиша, и теперь, если есть какие-то интересные вопросы, что-то вы хотели уточнить, Спикерит точно будет рады поделиться своими знаниями. Прошу. Устали. Все уже устали, вот, конечно. А, вот здесь, да. Я просто вспомнил, хотел поделиться небольшой ремаркой. У нас сейчас на государственном уровне модно иногда гордиться тем, что IT привлекает 2-2,5 миллиарда, надо называть, 5 миллиардов в страну. На самом деле, я считаю, для Украины это не столько успех, а это историю, на неё можно посмотреть под другим углом. То, что мы знакомы, соприкасаясь как адвокатами, не всё можем оценить, не всё можем понять. Многие вещи находятся за грани нашего понимания. Но то, что в Украину заходит 2,5 миллиарда, это значит, что украинцы создали на мировой арене продуктов, по нашим подсчётам, мы как-то считали, упражнялись, 56 миллиардов. То есть, грубо говоря, это вот эта разница, ГЭП, которую украинское государство просто не смогло получить. Оно может за него бороться, потому что здесь расположены мощности, которые его производят, и тем не менее, оно не может никак привлечь вот этот вершок. Понятно, что все эти деньги полностью вряд ли здесь можно увидеть, но просто предпринимая правильные шаги, мы можем вот этот ВВП добавочный присоединять к тому, что уже есть. А зачем? Хороший вопрос. На него у меня нет ответа. Смотрите, я добавлю такой комментарий, не знаю, может кто-то ещё мне присоединится и поможет. У нас всё время встает вопрос, вот тут на первой панели взял вопрос, там, 5% или 10% налогообложения. Вот сейчас звучит вопрос, а где-то там есть какие-то деньги, а почему их нет у нас? Да, стандартный вопрос. А из зала прозвучал очень классный вопрос в плане того, что, окей, допустим, мы как-то напряжёмся, не знаю как, мы будем платить больше, чем 5%, только 10. Что мы получим в этом государстве? Допустим, мы завестируем здесь в лицо. Можем пойти в суд и получить какое-то правовое решение, да? Либо инвестирование в линии, либо защитить некоторым собственным нашего патента, либо на программу. Мы всё время говорим, у нас какой фискальный подход. У нас всё время мы только смотрим на проценты, где их поднять и что забрать. Но никто не говорит о том, что давайте что-то другое поменяем. Какой-то продукт предложим за эти налоги. Вот не, я как раз именно об этом, потому что наоборот, не с точки зрения фискального. Просто сейчас мы наблюдаем очень явно конкуренцию в государстве за капиталом. И вот на мой взгляд, показатель то, что Украина получает отойти, то Украина проигрывает эту конкуренцию на самом деле. Это мы собираем самый-самый низ. А если Украина сможет предложить гражданам достойные сервисы, в первую очередь в части комфортного налогообложения, я даже не буду сейчас говорить, ну как бы проценты не так должны действительно. Важна стабильная система, понятная, важно правильные условия взаимодействия с фискальными органами, адекватная правовая система защиты интеллектуальной собственности. Вот таким образом. И стало просто станет богаче за счет того, что здесь будут оборачиваться больше средств. Спасибо, Артём. Перед Вашей ремаркой, Виктор, секундочку. Нет вопросов пока? Кто-то не хочет поучаствовать? Виктор, прошу. Есть вопрос. А, есть? Прошу. Я принесу микрофон, сейчас. Андрей, можно задать вопрос. Наверное, Ваши носят такой технический характер. Многие частные компании, наверное, государственный сектор заинтересованы сейчас в электронном администрировании, различных административных процедур. И здесь очень сильно могли помочь облачные технологии, которые развиваются каждый день. Были законодательные инициативы по этому поводу расширить возможность использования клауд-систем. Какой статус этих инициатив сейчас? И, наверное, Виктория – это больше вопрос. Как Вы видите легализацию клауд-систем и их использование, в том числе, в публичном секторе? Я про статус, напевно, Вам не ответим, потому что я не членом комитета профильного, а я членом комитета с экономической политикой. Но, несмотря на это, я знаю про законопроект с этими хмарными технологиями. И мне кажется, если я не ошибаюсь, но если Вы начнете номер, я согласую, что он как раз предложил это вынесение на наступный полнарный тиждень его развития. Потому что была идея провести в Верховной Раде на наступном полнарном тиждень IT-день, но умовно, зібрати законопроекти, которые профильный комитет в IT-галузе вважает пріоритетным, и как раз комплексно, там число, то день будет, или педня, но рассматривать все эти законопроекти. Поэтому важно почитаться в профильном комитете. Они, я знаю, уже певный пакет законопроектов подали как раз на то, чтобы он в полнарный тиждень потрапил. Я извиняюсь за меня. Немножко модерировал Тугус. Это речь шла о сроке 496, да? Нет. Про опыта? Нет, про хмалин. На самом деле, срок 496 не пропадает на тиждень. Сегодня удачника спрашивал, он говорит, ну давайте быстро что-то попробуем сделать, но конечно маловероятно. Нет, там короткий законопроектов. Нет, нет, нет. Нет, я понял, что это речь. Да. Виктор, хотел комментарий? Да, у меня был комментарий. По большему выступлению. Смотрите, на сегодняшний момент, если говорить о финансовую политику, рассмотреть разных стран, они ищут способы как можно более эффективно сжечь как можно больше денег, потому что колоссальное давление свободные деньги оказывают на большие рынки. И в этом смысле Украина является очень хорошей трубкой, потому что есть, где качественно сжечь, именно сжечь деньги, а получить продукт. Это понятно. Так вот, самая основная проблема как раз в прозрачности сжигания. Чтобы не растащили до того, как сжечь. Чтоб тепла достаточно получилось. Я не смеюсь. Действительно, я общаюсь с разными, как бы достаточно серьезными дятями и тетями из разных, из фэмили-офисов, из лотс-менеджмента, не из фонда. Фонды об этом говорят. Но у них серьезная, действительно, реально серьезная проблема снижение количества денег в экономиках. А давление очень-очень сильное. У Женина давление очень сильное. И он в любую минуту может пахнуть. И это всех очень здорово подгоняет именно в плане выведения капиталов в наиболее рискованное зло. Вот. Как-то так. Только нам нужно додержать туда первыми. Коллеги, еще вопросы? Я бы только какое-то маленькое уточнение для статистики. А вот, Константин, скажите, а как Вы оцениваете в целом? У нас выступали Ваши коллеги на IT-конференции финансовой ЕКО в Одессе. И там было озвучено о том, что, в принципе, компании, которые могли бы попадать в сферу интереса инвесторов в Украине, ну, штук двадцать. А IT-шник сервисный, именно сервисный. Потому что бизнес, в принципе, такой, ну, сам по себе риск недорогой достаточно. А вот, как бы, как Вы прокомментировали, то есть, у нас, ну, крупнейшая компания имеет, там, четыре с половиной тысячи контракторов. Вопрос, как бы, как оценивать, там, делать эстимейшем цены IT-компании, сервисные, которые занимаются разработкой ПО. А вот, скажем так. Или продуктовых, или вообще? Ну, то есть, давайте бы тоже поставим что-то интересное, как бы, там, не точку запятую, наверное, две точки. Продуктовые компании в Украине. То есть, для Украины приобретение, что продуктовой компании, что не продуктовой, для нашей юрисдикции, оно, ну, совершенно не имеет никакой разницы. И когда говорят про 140 миллионов стартапов, которые, денег, которые были проинвестированы на стартапе, давайте будем откровенны, в Украину из них не дошло импиапевтики. Кроме зарплат? Кроме зарплат, да. Ну, так, по отношению зарплат, извини, как бы, просто, это та же, это индустрия, как наша, микро-РНД-центры, и это просто, только нам в сто раз меньше. Это некривительно в своей жизни, потому что, так можно сказать, кроме зарплат, кроме техники, которая была укуплена, кроме офисов, которые были сняты или куплены. Да, 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 ну, кроме денег на операционную деятельность. Ну, как бы, все деньги в конечном счете, там, ну, или почти все, или больше, или жесть. Ну, приобретение самого должности компании, но проходит не в украинской юрисдикции, правильно? Ну, да, смотри, с делки в делки. Ну, наши популярные... В украинской юрисдикции оно не проходит. Или вы знаете, какие примеры? Это очень сложная тема. Тут есть юристы, там, со мной, да. Ну, как бы, смотрите, сделка – это очень сложная штука, да. То есть, как бы, абстрагируясь какой-то конкретно, да, то есть, часть сделки может пойти вне Украины, да. Но корпоративные права в Украине, украинской компании, не все равно есть, да. В Украине, ну, говорите, вот, ну, эти права в Украине, они принадлежат, соответственно, компания за границей. Поэтому часть сделки на все равно проходит в Украине. Поэтому, как бы, дальше деньги могут идти в Украину, там, большая часть. Поэтому это все, как бы, очень телепротеет. Ну, давайте, опять, давайте будем в этом отношении честны, потому что я люблю стартап-индустрию, которая, там, ходит сейчас с президентом, рассказывает, там, какие-то классные. Но еще раз, из этих 40 миллионов денег, про которые говорят наши коллеги стартапы, я ничего против, как бы, их не имею, пока они не касаются того, что стартапы лучше, чем, там, какой-то, вот, собственно, род. У нас есть экосистема. То есть, эти оба индустрии находятся в взаимодействии и, в принципе, друг другу, очень полезны. Протап для Украины, экономический, ничем не отличается от, я имею в виду, друг другу государь. Ничем не отличаются вот эти компании и сервисы. Ничем. Это правда. То есть, мы кундули про юристов. Да, я думаю, что коллег-юристы тоже подтвердят. Дело в том, что вот эта ключевая сделка, 90% процентов, где 9% сделки, это там, подажа холдинга, от холдинга, холдинга, и чаще всего это... Делогрета? Да, ну, вместе, да, вот эта система. В Украине, что нам нужно сделать, это провести перерегистрацию корпоративных прав. Для этого тоже делал какой-то договорчик, там, нотариальный, возможно, там, 50 копеек выбросили, и все. То есть, это не то, о чем президент рассказывает, только 40 миллионов. Я думаю, что у нас есть юристы, которые гораздо глубже в теме, они напиши, чтобы не обсуждать. Как раз, в том, что у нас в стране нет лиственного момента, чтобы такой капитал перенести с владельцем. Просто... Даже внутри банка мы это не сможем сделать из-за ограничения регулятора. Ну, кстати, о прогрессе, да? То есть, я не помню, приняли этот закон про то, или нет, о том, что у нас есть экономики, да? То есть, ну, они уже определенные там прогресс пошли, да? То есть, там тоже есть определенные решения, которые должны быть ситуацией улучшить. То есть, там есть определенные разговоры. Так, наверное, что он возродился. Да. Прекрасно. У нас есть... Можете я прокомментирую? Просто вызвучало питание, что нужно законопроекту, потому что я так само с юридичного рынка, еще работаю на нем, как мы все угоди на предприятия там, украинские, где-то, то, структуровали, где-то через Кифр, або там, Лондон, и так далее, для того, чтобы застосовывать интернет английского права. Ну, все это знают, да? И, больше того, чтобы там мать им возможность, ну, это не вопрос о Шоре. Чтобы Эскроу рахунок открытый, нормальный, чтобы это регулировать, потому что наши банки абсолютно не понимают, что такое Эскроу. Ну, они не работают с этим. И, в основном, есть несколько законопроектов, которые разработали разом с юристами из юридичного рынка по Ассоциации Управников Украины. И, в частности, они касаются так же корпоративных жителей. У нас комитет их поддерживал для того, чтобы как раз создать возможность здесь использовать эти инструменты английского права, условно, в Украине, да? Ну, когда мы будем говорить и так далее. Но законопроект, несмотря на то, что комитет не поддерживал, сейчас с ним что-то происходит, его даже кто-то не ставит его даже в период дневной сессии, для того, чтобы сейчас продолжить расследование, потому что он без того, если он не будет внесен в период дневной сессии, он не появится в пленном заседании, мы даже в первом учреждении не сможем его разведать. И, собственно, сейчас, когда мы уже пришли в комитет, мы сейчас должны подавать его заново и заново проходить все эти процедуры. Ну, вы бы считаете, такая ситуация вправо. А почему он не попал в эти деньги? Ну, он не относится IT, он всех бизнесов относится абсолютно. И в нем затекали не все бизнесы, которые... Ну, если он не затекал, то это может быть в эти деньги? А, разве не его вот это работается мне так, потому что не будет приватить? А? Нет. 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 Он на предыдущей сессии сделал для того, чтобы включить переведение сессии и дальше его расследовать. Но депутаты были неспроможны даже проголосовать за включение до порядка сессии. и разные мотивации были, но некоторые прогрессивные фракции просто не дали никакого голоса, и мы тогда просто будем снять и сразу дивиться. Виктор, я спрашивал одного очень весомого народного депутата по поводу, почему он не проголосовал за закон про сервера, потому что мы на панели как бы опрос обсудили о том, что там нужно парочку изменений хороших правильно сделать, потому что мне ребята из СБУ сказали, ну хорошо, окей, тогда мы придем к вам и будем копировать, 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 голосам не предложить отменить норму. Вот, мы с ним договоримся как-то правильно организовать, но так или иначе мне коллега и сказал что, слушайте, так вот, один из авторов законопроекта не голосовал за мои законы, и два из них провалил, поэтому я воздержался. Ну, это сложные вещи, потому что парни Виктория скажет, что хорошо, когда есть некоторые посредники, которые достают с обоих сторон, со стороны бизнеса, со стороны власти, которые, вот как индустриальные ассоциации, вот, помогают вместе работать. Этот процесс открыт, коллеги, пожалуйста, присоединяйтесь, по законопроектам, мы можем очень многое делать, как сегодня видели, у нас шесть комитетов Верховного Совета сегодня было, на уровне главы комитета, заступника главы комитета, первого заступника, вот, поэтому давайте будем кооперироваться, делать наш революторный климат лучше. Вот, все-таки, мне, ну, плюс-мюс, важен, это оценка, а какой инвестиционный потенциал, потому что мы не берем там где-то структурировать, как-то проходит, а какой, по-вашему, там, вот сейчас, инвестиционный потенциал украинской сервисной IT-индустрии? Ну, я бы сказал, аутсорсинговый, я не люблю это слово, потому что аутсорсинг это просто бизнес-модель. Вот, потенциал сервисной индустрии, то есть у нас есть компания, ну, у них solutions есть в десятке, я знаю, что не требует инвестиции, сами все решаете, я знаю, несмотря на это не так. Вот, ну, в принципе, дальше, а, миротех, ну, три компании из десятки, которые владеют украинцами. Дальше пошли компании меньше, и думаю, что, в принципе, скорее всего, из первого полтинника компании, которые владеют украинцами, что, 15. Который потенциал, как бы, 100 миллионов долларов, 200-300 украинского сервисного IT-рынка? Я гражданин Украины, да, и я считаю себя, достаточно, патриотичным, но я считаю, что, во-первых, это некорректно разделять на владельцев Украинцами, владельцев Украинцами, да, вот я говорю тут простой пример, что украинцами, я имею в виду простой вопрос, я имею в виду не по национальному признаку, а, скажем так, компании, которые еще не куплены, которые можно поинвестировать, и основной операционный менеджмент находится в Украине, скажем, давайте так. Да, то есть вот, например, когда цикл, да, то есть, когда там создатель фанда основного заключения, который живет, значительную часть времени проводит в Украине, в женатном украинке, и так далее и так далее, да, то есть, в какую категорию внести, это как бы вопрос, да, как бы сейчас, ну, сто раз уже инвеста, да, в какую категорию внести? Ну, грани очень разные, да, как бы, если мы говорим о репаме, или в софте, их база в Украине, она как бы огромная, да, как бы, генеральный директорат... Решение о продаже принимается не в Украине. Решение о чем? Решение о продаже компании будет приниматься не в Украине. Как это разница? Ну, тоже, это как бы очень размыто, да, там, поэтому, как бы, это первый аспект, да, ваш вопрос. В целом, как бы, ну, потенциал большой, да, то, что компании, которые, мы все там поговорим сейчас о компаниях, которые растут там, 18-25 процентов, да, поэтому, ну, как бы, мне кажется, что это самый лучший показатель спроса на их услуги, да, и потенциал, который есть. Если мы посмотрим, там, на то ли рынка, который они занимают в мире, она как бы все еще несущественная, да, и потенциал, как бы, он огромный. Недавно вышел в какое-то исследование, да, на днях, о том, что не так уже много украины, на самом деле, программистов, даже если сравнивать, там, с Польшей, с Россией, с нуля, как считать. Я думаю, что есть разные показатели, есть разные походы, как сейчас, ну, программисты, потому что, опять же, есть аутсорсинга, и быстрее, есть программисты, в реальном секторе, да, там, условно говоря, банковком банковский сектор уже тоже там диджитализируется, поэтому, граника, как бы становится все более размытой, да, как бы, и все больше проникает в другие индустрии, поэтому, его был бы осторожен, как бы, с какими-то конкретными условиями, что тот рост, который показывает сейчас индустрия в Украине, как компанию, которая значительная база в Украине, как и те, где, говорите, решение принимается в Украине, да, как бы, они все показывают очень хорошие росты, или в основной стоимости, поэтому, это там лучший, скажем так, показатель их потенциал, они добавляют все новые услуги, да, сейчас там много говорят, бигдейтер, интернет-сценки, так далее, то есть, они расширяют твое сортимент, они делают определенные покупки, да, в том числе, чисто украинские компании, да, поэтому, они глобализируются, и, видите, потенциал у них очень хороший. А также, там, недавние сделки, которые были, да, тут упоминалась логика, если не ошибаюсь, ну, это тоже хороший пример. Ну, потому что, просто часто, по малым компаниям, я сталкиваюсь с оценкой, шесть месячных, три месячных подроков, по ценам компании. Ну, опять же, маленькая компания, это тоже все очень условно, да, то есть, есть определенные периоды ростов, компании, когда у них был один клиент, они, там, росли вместе с клиентом, потом они начали попытаться стать больше, да, и здесь они многие, там, попадают в такой, вот, мёрзлой поле, да, из которой очень сложно выскочить, когда ты из него выскакиваешь, и, там, от 20 за 60, он, да, программистов, то есть, потом, когда, там, кто-то говорит, 100, после 100, опять начинается хороший рост. поэтому, тут, как бы, все очень условно. Поэтому, в целом, потенциал очень большой, мы с интересом смотрим на этот сектор, кто должна, вот эти, думаю, это тоже наши, там, как бы, а какой минимальный опрос компании, на которую вы смотрели? Это все, это все, плюс-минус, условно. Мне речь, сказать, если мы говорим о суммах инвестиций, да, то есть, мы можем проинвестировать несколько миллионов долларов, мы можем проинвестировать намного больше. Поэтому, главный потенциал, опять же, я вылетаю. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Тогда, опять, коллеги, с параллельного потока сейчас все съедят. Вот, они уже начали, поэтому, большое спасибо всем участникам сегодняшней панели, большое спасибо всем участникам слушающим оправжающим.